Всем привет! Опять походу вытряхивают из ракеты. Сколько можно уже? Что ты будешь делать? Ну правда вот сейчас похоже что отскакиваем, потому что уровень, о котором мы с вами говорили буквально вчера и позавчера, помните уровень вот этого сопротивления, потенциально сейчас тестируется как поддержка. И обратите внимание, здесь появляется какой-то интерес покупателя и отсутствует локально интерес продавца. Напоминаю для тех, кто не знает, что это сервис TRDR.io, ссылка на который в описании очень прикольно агрегирует заявки со всех крупных бирж на графике. Но также давайте не забывать, что SMP-ха, SMP-шечка у нас уперлась в абсолютно ясный уровень сопротивления. Уровень сопротивления, который был оттестирован уже много раз. И возможно, что мы идем сейчас вниз на дневном таймфрейме. При этом, если мы приблизимся на 4-х часовик, то мы видим, что все же мы отскакиваем локально. И удерживаем даже некий вот такой вот аптренд, аптрендный коридор. Поэтому по SMP-хе тоже интересный момент. Если мы сейчас продолжим расти, то, соответственно, мы на дневном таймфрейме пробьем такие это сопротивления и улетим выше. Но по битку мы еще даже так расти не начинали. То есть по битку, грубо говоря, мы уже должны быть где-то, где-то, ну вот здесь, да, если говорить о сопротивлении. Чего не скажешь о многих альткоинах, потому что по некоторым из них мы уже выше этого сопротивления. Посмотрите на лайткоин, он сейчас корректируется. Dash, похоже, что уже откорректировался, если верить японским свитчам. И BTC тоже, похоже, что уже потенциально откорректировался, как и эфир, если верить японским свитчам. У лайткоина пока все еще красная свечка. Вот, хайконаши я здесь не ставлю, но можно попробовать, кстати, на этом графике взглянуть на хайконаши, и картина изменится. И картина сразу поменялась. Тут, как мы видим, другая ситуация. Все свечи красные, мы пребываем в коррекции, но это тоже, ну и это абсолютно нормально, даже для локального и для глобального аптрендов. Как и для нисходящего тренда, коррекция это нормально. То есть сейчас у нас началась фаза коррекции, и надо понять, докуда она может произойти на альткоинах. Потому что по битку и по эфиру-то мы и так, в принципе, уже на нижних значениях. По дашу мы скорректировались на 0.23 фибу, по лайткоину тоже, но немного уже провалились ниже. Ну и в теории как бы аптренд может продолжиться по лайткоину как с текущих, так и с 0.38, то есть 70 долларов с половиной, так и с 0.5, там 66 долларов. Тоже может продолжиться, если мы сейчас резко упадем, как падали вот здесь, так и по дэшу. Поэтому локально сейчас по ним, конечно, опаснее большие позиции держать, на мой взгляд, чем по BTC и по тому же эфиру. Но глобально интереснее, потому что там уровни еще вообще никакие не взяты. То есть, ну, как бы BTC и эфир, скажем так, торгуются близко к своим all-time high'ам в прошлом, да? Эфир даже чуть выше, а дэш и лайткоин торгуются не близко, особенно дэш. Особенно дэш торгуется не близко к своим all-time high'ам. Лайткоин-то, кстати, тоже близко, а вот дэш торгуется очень далеко от своих all-time high'ов, поэтому, конечно, глобально здесь потенциал огромный. Ну, что мы можем с вами предпринять как трейдеры здесь? Это, конечно, проявить выдержку, терпение и риск-менеджмент. Не забывать забирать прибыль, не забывать догружаться в нужный момент. Вот, я что думаю делать? Я думаю лонговать, но очень аккуратно на стрёме постоянно разгружаюсь и догружаюсь, и в целом ждать пробоя. Наверх хорошего такого шорт-сквиза, потому что, сами понимаете, время такое, все продают, значит, кто-то покупает. И этот кто-то не дурак, будем надеяться. Да, еще из интересных вещей, Майкл Бьюри таки вообще удалил свой аккаунт в Твиттере, так что успели мы сделать видео, кто не видел, посмотрите сверху. Шортс. Про то, что он написал, что он не шортит. Легендарный доктор Майкл Бьюри. А так, чего еще? Через неделю запуск токена Medieval Empires. На Bybit, как я понял, будет листинг. Но, как вы знаете, с ситуацией с каста, лучше не торопитесь покупать. Вот, и посмотрим, что будет с ценой. Я вам в чате буду писать примерно свои прогнозы, и, как вы знаете, мои прогнозы тоже надо делить еще на 2 или на 4. В общем, не торопитесь, но проект интересный. Если будут хорошие цены на него, обязательно залетайте по 1 центу и ниже. Я думаю, вообще отличная тема. Так, ну что же все-таки, если мы отскочим? Давайте посмотрим, потому что уже все, я думаю, задолбались. Потому что, я думаю, все вам сейчас скажут, что будет, если мы упадем, что мы можем упасть по биткоину на 8 тысяч долларов, на 7 тысяч долларов. Я вам сам такое могу рассказать, пожалуйста, месячный таймфрейм. У нас реально, вы видите, какая медвежья фигня. У нас тренд ослабевает, затухает, и как бы мы входим в полноценную рецессию, в первый медвежий рынок по биткоину, куда-нибудь вот туда, на 3 тысячи долларов. Не вопрос. Вон какой медвежий дивер. Это вы послушаете все на других каналах, или от МСа у нас на Криптогоне, или обсудите в чате. Но я хочу рассмотреть все-таки другой вариант. Я хочу рассмотреть вариант бычий, и то, что мы уже дико перепроданы. И что посмотрите, как это бывало вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. И потенциально где-то вот здесь, что это все пойдет туда. И в таком случае, если мы сейчас начинаем отскакивать, допустим, прямо сейчас, докуда мы можем ждать биткоин? Хотя бы локально. А хотя бы локально здесь нужно вот это последнее падение закрыть частично даже. Если мы посмотрим обратно по Fibonacci на 0.61.8, это буквально гарантия, что биткоин вернется на 19, на 19.150. А там, я думаю, и 20 пробьет. Вот что-то такое локально я жду по битку и по эфиру, соответственно, тоже в район 1600. Напишите в комментарии, чего ждете вы. Интересно почитать также. Вот, это, соответственно, локальный отскок, который закроет это падение. А глобально, если мы посмотрим на недельку и поймем, что вот у нас, кстати, первая зеленая свеча Hikonashi на зеленой точке. И прикинем, бычий расклад, что если мы закроем хотя бы вот это падение, 61.8, это уже 21.500. Но это неинтересно. Это все тоже ближайший расклад. Если мы закроем хотя бы вот это падение, даже до 0.5 уровня, это 32.000, а золотой карман 36. А если мы закроем все падение медведя, даже медведя, кто ждет ниже, и сходим в рамках коррекционного отскока на 0.61.8, если считать, что это дно, подчеркиваю, это может быть еще не дно, то мы сходим, ребята, на 48.777 долларов, как вариант. Вот, что может быть даже в рамках продолжения даунтренда. Поэтому осторожней сейчас с шортами. Набираем лонги, торгуем аккуратно с риск энд мани менеджментом. Ставим лайк обязательно, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски. В телегу к нам проверяем подписочку, друзья. Всем профитролей и альткоин дня напоследок. Это, конечно, Waves, который потерял привязку, стейблкоин на блокчейне, которого потерял привязку к доллару. Сейчас его болтает, шатает. Напишите в комментариях, что вы об этом знаете или у нас в телеге. И стоит ли сейчас заходить в Waves, посмотрите-ка. Идеальный, кстати, на двухдневке огромный бычий дивер, желтая точка и негативный фон в медиа. Возможно, хороший заходной Waves. Дисклеймер, не финансовый совет. Все ссылки в описании. Всем профитролей и удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok